В начале октября крайне правую полосу на улице 9 мая сделали недоступной для обычных автолюбителей. Сейчас здесь могут ездить только водители автобусов, а для этого спереди установили знак кирпич, позади меня предписывающий знак, который направляет движение на Ленинградское шоссе. Но, несмотря на эти знаки, автолюбители продолжают нарушать правила, заворачивают направо, въезжают на полосу для общественного транспорта, а штраф за данное правонарушение составляет полторы тысячи рублей. Все штрафы начали приходить людям в начале ноября. Десятки, сотни и тысячи штрафов начали приходить автомобилистам спустя ровно месяц после того, как на пересечении улиц 9 мая и Марии Рубцовой временно изменили схему движения. Владимир Махначук в числе тех, кто в самый первый день чудом успел разглядеть сложную схему изменения движения и не попал на штраф. Смогли среагировать и поняли, куда надо ехать, и к нам штрафы не приходят. Вот соседу моему, например, пришло уже 4 штрафа за 4-е, 5-е октября на 6 тысяч рублей, соответственно. Вот он оплатил, куда деваться. Сколько еще придет, непонятно, уже месяц прошел. И, конечно, денег, наверное, очень много здесь выписали гражданам. Как и соседу Владимира, этому автолюбителю также не повезло. Вячеслав Болотин пришел на злосчастный перекресток, чтобы понять, где и что он нарушил. Мы шли с рафа за 4,5 тысячи. За два дня фотографии этой машины, все, никакого знака, ничего нет. Он специально пришел посмотреть. Еще разметка, она навесена, ее не видно. Какой-то коричневой краской. И вот я сейчас вижу, здесь буква. Когда едешь, вообще это не видно. Вместе с водителями мы проходим к участку дороги, где начинается временное изменение движения. Вячеслав Болотин признается, что знак «Кирпич» действительно сложно не заметить. И в основном на этом участке дороги автолюбители не выезжают на полосу для общественного транспорта. Но через 50 метров прямо на развилке происходит замешательство. По словам автолюбителя, именно там необходим знак «Кирпич». Вот люди сейчас уперлись там и думают, что там дальше-то, непонятно. А там эту разметочку коричневую, ее совсем не видно. Справедливости ради отметим, что поверх блеклой красной разметки уже нанесли свежую белую сплошную, которую пересекать и так нельзя. Однако пластиковые барьеры на распутье были уложены таким образом, что здесь невозможно не пересечь сплошную линию. А дальше можно легко уехать в том направлении, которое предназначено только для общественного транспорта. Изменения в движении связаны со строительством Репинской развязки и реконструкцией перекрестка 9 мая Дружбы, где сейчас укладывают асфальт. Временная схема проезда должна была не допустить перегрузки объездных дорог на улицы Родионова и проспекта Мельникова. Работы планировали завершить до начала ноября, но сроки сдвинулись. Местные жители ждут окончания работ с нетерпением. Ну, пыль, это грязь, да, мешает, конечно. Ну, конечно, хотелось, чтобы быстрее закончилось уже. Надо людям потерпеть немного, без развязки это не нужно. Конструктуру должны быть. По словам директора проекта, работы вышли на финишную прямую. Сейчас на улице 9 мая заканчиваем устанавливать бортовой камень. Также в местах, где он уже установлен, приступили к укладке асфальтового покрытия. Но в связи с тем, что по проекту у нас три слоя асфальта, эта работа, ну, немножко растягивается. Нижний слой – это крупнозернистый асфальт, средний слой – мелкозернистый. И покрытие из щегоночно-мастичного асфальта. Окончание работ запланировано на конец недели. И уже на выходных обещают запустить транспортный поток по новой дороге. До возвращения прежней схемы движения еще тысячи автолюбителей могут получить штраф. Пока, по нашим наблюдениям, здесь каждые 10 минут можно поймать до 30 нарушителей. Будьте внимательны на дорогах! Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров. Специально для Химки ТВ.